В связи с подъемом воды рождается много слухов. Для нашего района самое страшное из них, что город Амурск останется без света и воды. Наша съемочная группа отправилась в рейд. Разъяснять, что случится, если мы останемся без электричества, нет необходимости. Но мы решили не поднимать панику без причин, и наша съемочная группа отправилась в Государственную инспекцию по маломерным судам в рейд. Маршрут был таков. Первый объект, куда мы отправились, это первый подъем Амурской ТЭЦ-1. Дорога к нему все еще функционирует. Ее укрепляют. Этот подъем отвечает за снабжение электричеством старого города. Следом мы отправились на второй подъем, он отвечает за восьмой микрорайон. Насосы справляются с таким большим наплывом воды. После Амурской ТЭЦ-1 мы решили оценить и показать вам масштабы затопления в поселениях Амурского района. Побывали мы в селе Оми. В администрации поселения прокомментировали, что на данный момент затоплено 8 жилых домов. Аварийно-спасательные службы работают, создан специальный штаб, который это контролирует. Паники среди населения нет. Жители затопляемых домов переселены. Следующий по маршруту Оминский мост. Или точнее, то, что от него осталось. Будем надеяться, что уровень воды не поднимется настолько, чтобы затопить его полностью. Да, чрезвычайная ситуация сейчас на всем Дальнем Востоке. Но одно дело, когда мы слышим, что подтопляет кажущиеся нам такими далекими города и поселения. И совсем другое, когда ты видишь этого очия. Вода совсем рядом и от этого никуда не деться. Всем нам приходится ждать и верить, что все обойдется. И что нас эта ужасная трагедия не заставит страдать и переживать чрезвычайные неудобства. Обеспечение водой и электричеством города Амурска проходит в штатном режиме. Далее мы будем следить за развитием событий.